Видео-версию концерта ко дню работников сельского хозяйства можно будет увидеть 4 ноября в 16.30 в эфире национального телевидения Чувашии. И к другим темам. Дырка от бублика, котлован вместо дома. В Чебоксарах, практически в центре города, уже не один год, стоит заброшенный пустырь с огромной ямой. Жители ближайших домов по улице Энгельса считают, что котлован представляет реальную угрозу. Вот такие кадры прислал нам мобильный репортер. Провал в металлическом заборе, который ограждает так и не состоявшуюся стройку комплекса два капитана на улице Энгельса в Чебоксарах около гимназии номер 4. Дыряты уже около недели, виной тому шквалистый ветер. Упавший лист заграждений за это время никто даже не поднял. Вот давно надо завалить на часть весь, наверное. Привлекать к ответственности тех, кто там работает. Ночь уйдет, он подкнулся, полетел туда. Это элементарно установить все это хозяйство. Тут делов куча, полчаса работы. Котлован примерно два этажа шириной. Угодить туда боятся даже водители спецтехники. Тротуар скользкий, чистить дорогу небезопасно. Я не знаю, что они там делают постоянно. Вот я сейчас проезжаю, у меня сейчас всю кабину будет этот забор царапать. А люди жалуются, если мы подсыпать, чистить дорогу не будем. Опасно, конечно, что сделаешь. Котлован магнитом тянет к себе местную ребятню. Школьники постарше признаются, что эта черная дыра нагоняет страх. Я учусь в этой школе. И когда мы выходим на физкультуру, либо что-то такое, бывает мяч улетает во враг, и иногда приходится ходить туда. И очень опасно, потому что там сейчас скользко, грязь. Хочется быстрее, чтобы ее заделали. Там же внутри ряд железных труб. Страшно. Я даже ехала, когда сразу обратила внимание на это. Что же, думаю, такой котлован огромадный. И почему так это плохо загорожено. Что тут такое? Дом был, что ли? Я бы вот здесь и не стала квартиру покупать рядом с дорогой. Котлован вырытие давно. Нужно забор обязательно восстановить. И немедленно. Немедленно восстанавливать забор начали сразу после нашего звонка в мэрию. Как нам пояснили, сам котлован засыпается не за бюджетные средства. По мере появления свободного грунта застройщики привезут сюда ненужную землю. Когда засыплют окончательно, пока неизвестно. Края котлована осыпаются, все ближе подбираясь к пешеходному тротуару. Отложить решение вопроса в долгий ящик, пожалуй, не получится. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.